Вот здесь у нас будет отделение реанимации. Оно, в принципе, по объемам, по площади чуть-чуть больше того, которое у нас сейчас есть. Принцип будет точно такой же. Главный врач детской больницы показывает свои новые владения. Гордость – реанимационное отделение, в котором выходили ни одного младенца. Ремонт начался неделю назад, но пока рабочие приступили только к косметической его части. В понедельник состоится аукцион, на котором выберут фирму-подрядчика, которая будет выполнять капитальный ремонт в помещении будущей детской больницы. Новое здание детской больницы больше старого почти на тысячу квадратных метров. В нем одновременно сможет разместиться до ста человек. А за год руководство детской больницы планирует вылечить около двух тысяч пациентов. Пациентов, находящихся на стационарном лечении, во время переезда не потревожат. Они останутся в старом здании до выписки. Как утверждает главный врач, персонал поделят на два объекта. Поступивших больных будут размещать в новом здании. А уже имеющихся будут долечивать в старом. Согласно плану, последним старое здание покинет реанимационный блок. Родители маленьких пациентов очень ждут этого события. Безусловно, когда вокруг есть более комфортная обстановка, лежать безусловно проще. Потому что вот нам так повезло, мы попали в палату вдвоем с дочкой. И психологически легче переносится это время, когда ребенок еще болеет, когда есть комфорт. Вот поэтому, конечно, переезд это будет большим-большим плюсом в процессе выздоровления наших детей и здоровья мам и пап. Некоторые из родителей считают соседство с инфекционной больницей опасным и необдуманным, что очень ошибочно, поясняет Алексей Бобрик. Это, наоборот, будет огромным плюсом как для персонала, так и для больных. К тому же в районе МЖК намного лучше транспортная проходимость. А это облегчит самим пациентам и их родственникам посещение. За все эти года не было ни одной значимой вспышки, которая привела бы к каким-то там жертвам или резкому ухудшению здоровья. То есть между собой пациенты заражают друг друга всегда и везде. То есть в одном автобусе, в одном классе, в одной палате находиться. Это вопросов нет. Здесь вопрос только выучки персонала и соблюдения санэпид-режима. Плюс не надо забывать, что данные объекты – это все-таки разные здания. То есть их и строили, и выделили в эксплуатацию разными объектами. Пока в отделении еще нет ни пациентов, ни оборудования. Но уже в сентябре, если не подведут строители, в просторном здании зазвучат детские голоса. Добавим, судьба старого здания уже решена. В нем после ремонта разместится медицинский колледж.